Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынка от компании Сикмилу и с вами я, Артур Идиатулин. Значительно поредевшие у нас трое инвесторов и трейдеров, которые не отправились на летний отдых, они сегодня успешно начали в новое торговое плавание, которое продлится эту неделю. И среди их наиболее активных действий можно заметить продажу американского доллара, а также возвращение спокойствия на фондовые рынки. Доллар снижается против основных валют, это начало происходить еще на прошлой неделе после выхода неоднозначного, скорее слабого отчета по безработице в США. У нас данные по безработице, а также по оплате труда не смогли порадовать инвесторов, они у нас не оправдали ожидания и, конечно же, вынуждает рынок пересматривать свои прогнозы по инфляции в США в сторону понижения. Прирост рабочих мест, конечно же, превзошел ожидания, это очень хорошо, но данный индикатор плохо показывает, плохо указывает на то, как будет изменяться у нас инфляция в США, и поэтому он был, можно сказать, проигнорирован рынком. На прошлой неделе у нас были введены тарифы США и ответные меры Китая, они у нас затронули по 34 миллиарда долларов товаров. Конечно же, о них было известно довольно давно, инвесторы к этому долго готовились, так как страны у нас долго обменивались предупредителями выстрелами, прежде чем начали уже стрелять друг друга. Поэтому инвесторы у нас смогли взвешенно подойти к определению последствий, побороть негативные эмоции, тревогу, мрачные мысли, которые сразу приходят на ум того, когда задумаешься, что к чему ведет протекционизм. Ну, это глобальная рецессия, это снижение ВП, это напряженность и так далее, которая вроде бы должна негативно, отрицательно сказываться на стоимости компании. Но пока инвесторы не спешат продавать. Варометры душевного состояния, настроения инвесторов США, индекс S&P 500 у нас закрылся на прошлой неделе ростом в 1% и в принципе очень хорошо, очень оптимистично вел себя, несмотря на новости, несмотря на происходящие события. Он позволил инвесторам идти на выходные с хорошим настроением. Это, конечно же, очень неожиданно для такого развития ситуации, где страны обмениваются, причем в агрессивной форме, тарифами, защитными мерами и где обстановка продолжает накаляться. Короткие продажи на объявления тарифов, они были бы слишком просты. Инвесторы у нас, скорее всего, ждут доказательств медвежьей природы данного драйвера, то есть тарифов с экономического фронта. Но тот пока у нас спокоен. Если, конечно же, не считать отчет NFP как нечто экстраординарное, но я думаю, никто не будет делать вывод по одному отчету, что происходит с инфляцией США, какой она у нас выбора сделала, какой путь избрала в сторону ускорения или оставаясь на этом же уровне. На рынках все равно у нас произошла вспышка тревоги в конце прошлого месяца. По индексу ВИКС у нас можно заметить, что в конце июня у нас произошла вспышка примерно до уровня 20 пунктов. У нас он долгое время ВИКС гулял выше 14 пунктов. Это примерно среднее для него значение. Часть продавцов у нас волатильности вот здесь ушла со ценой, но потом зато новая порция этих продавцов она вновь вливалась на рынок. Опять же, конечно же, эти инвесторы, эти продавцы волатильности у нас рассчитывают на штиль на фондовом рынке. Быстрое покрытие, погашение подобных всплесков волатильности, несмотря на вроде бы и накаляющуюся мировую обстановку, напряженность мировой торговли, она происходит потому, что вот идет охота за премии со страдал стратегии. Эта стратегия как раз таки направлена на извлечение прибыли, кэрри трейд прибыли, я бы сказал, именно с низкой волатильности или по крайней мере с более-менее спокойных движений по S&P 500 без вот таких подобных резких падений. Если вот такое происходит движение или по крайней мере небольшая волатильность, рынок постепенно устаканивается, то трейдеры, использующие страдал подход, они у нас забирают премию, продавая put и call опционы. Если эти опционы выгорают, то есть оказываются убыточными для их покупателей, данные продавцы у нас забирают вот эту премию, вот эту страховку за риск. И поэтому, конечно же, им выгодно, когда рынок находится в спокойном состоянии, вот так растет спокойно. И именно вот это последнее движение вниз, несмотря на грядущее, несмотря на неминуемое ведение тарифов, говорит о том, что, говорит о высоком хладнокровии инвесторов, о том, что они довольно спокойно и серьезно воспринимают возможное ухудшение, экономическое ухудшение, которое вот будет проникать через тарифы. И вот это вот снижение можно расценить двояко, да, и вот может быть две версии происходящего. Это первое, что инвесторы, как бы продавцы у нас волатильности глубоко заблуждаются, неверно ценив последствия торговых войн на экономику США, либо они делают ставку на то, что более вероятно, что Трамп у нас будет больше говорить, нежели чем действовать. Сегодня у нас в общее спокойствие внес вклад, конечно, динамик, внесла вклад динамика шанхайского композитного индекса, который у нас смог отбить часть потерь оттолкнулся у нас от уровня 2700 и прибавил почти 2,5%, что позволит провести этот день инвесторам в относительном спокойствии. Однако риски обвалу у нас фондового рынка в Китае остаются довольно высокими. Сейчас объясню почему. Интересен тот момент в Китае, что многие мажоритарные инвесторы, которые владеют компаниями, они у нас любят брать кредиты, давать под обеспечение акции своих компаний. То есть у нас происходит классическая такая ситуация нарастание кредитного пузыря, где активами заемщиков выступает как раз таки, основным активом выступают акции, и они их не чураются раздавать кредиторам и таким образом набирая долги. Естественно, если у нас стоимость, рыночная стоимость данных акций у нас падает ниже какого-то уровня, происходит их ликвидация, чтобы вернуть долг кредиторам, вот если происходит такая каскадная ликвидация данных акций разных компаний, то это, конечно же, вызывает давление на фондовые площадки в Китае. По данным национального депозитария китайского клиринга, официальной национальной клиринговой компании, у нас более 1 триллиона долларов китайских акций, голубых фишек, небольших компаний, они у нас так или иначе испытывают на себе этот кредитный рычаг, то есть они как-то заложены, они используются в качестве обеспечения. И, конечно же, любое подобное снижение фондовых площадок это, конечно же, обесценение активов заемщиков, то есть это угроза как раз таки, то что этот кредитный пузырь может лопнуть. И поэтому у нас сейчас различные банки выдвигают версии о том, что часть у нас акций, вот банк UBS недавно у нас дал оценку, такую оценку, что 440 миллиардов акций на 440 миллиардов фе-юан, они вот недавно, вот из-за этого движения они у нас резко обесценились ниже того уровня, в номинальной стоимости которых выражается долг, и поэтому они должны были быть ликвидированы, чтобы вернуть долги кредиторам. Такую же участь еще ждет у нас 550 миллиардов юаней, акций на такую сумму, они тоже приближаются к тому, чтобы быть ликвидированы, в совокупном размере это составляет 2,1% от общей капитализации всех фондовых площадок в Китае. Поэтому это действительно большая угроза и как раз таки из-за вот этого легкомысленного, легкомысленной возможности использовать свои акции, легко использовать свои акции в качестве обеспечения и готовности кредиторов брать эти акции в качестве вот этого обеспечения. Поэтому на время стоит скорее всего забыть про фондовый рынок США, про предупреждение о том, как там развиваются события, потому что он у нас ведет себя довольно-таки уверенно и переключится на китайский фондовый рынок, на китайскую статистику в частности. Во вторник, как видим, нас ожидает статистика по кредитованию, а также денежному предложению и инфляции в Китае, которая возможно в случае отрицательного негативного отклонения может вызывать какие-то локальные бегства от риска некоторых инвесторов. Поэтому если окажется, если мы увидим негативное отклонение и ухудшение данных показателей, то возможно стоит брать золото и сыграть шорт в доллар-иена. Сегодня можно видеть, что как раз-таки золото у нас началось с плюса, подскочив почти на 1%. Что касается доллар-иена, то она у нас торгуется, изменилась незначительно, торгуется около открытия. Но вот завтра на этой статистике возможно что-то изменится. На валютном рынке у нас динамика остается неопределенной. Как я уже сказал, доллар просел после пятничного отчета. Отличился он не с того ракурса, не оправдал у нас безработица ожиданий, также не оправдал ожидания оплаты труда. Основные источники инфляционного давления пока остаются неопределенными. Характер того, как они будут давить, как они будут оказывать влияние на инфляцию, прирост рабочих мест мало кого порадовал. В целом рынок труда в США уже находится у нас на пике, поэтому я не думаю, что кто-то будет делать выводы по одному отчету. В четверг у нас ускорившуюся инфляцию возможно покажет данный CPI, который у нас выйдет в четверг, это индикатор инфляции. Но опять же нельзя будет точно сказать, что это ускорение инфляции будет воспринято в ФРС как сигнал к действию, сигнал к ускорению повышения ставок. Опять же, потому что рынок труда у нас показал слабость. И поэтому затягивать гайки, перед тем, как затягивать гайки, нужно подумать несколько раз. Доллар у нас лишился, как видите, катализаторов каких-то основных настроений по нему меняется в сторону ухудшения, поэтому сейчас доллар покупать довольно рискованно. Возможно, у нас будет коррекция с уровня 93.50, с уровня 93.00. Пару раз он, возможно, попытается выбиться наверх, навязать какую-то борьбу в обратном направлении. Но в целом продажи, вероятно, возобладает. И нужно как раз-таки сейчас ориентироваться именно на продажи по американскому доллару. Масло в огоне, скорее всего, у нас сможет подлить Марио Драги на выступлениях в Брюсселе. Конечно же, это будут у него вступительные сообщения, это будет вступительная речь. Но надеемся, что он сможет выразить свое отношение к торговым войнам, на то, как они могут повлиять на европейскую валюту, на европейскую экономику. И здесь уже, возможно, будет прослеживаться какая-то вероятность того, что пара доллар-гевро у нас сможет отреагировать на данное выступление. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Пишите вопросы, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в среду.